Киса, мешает мне, паскуда поставить Сам ты паскуда Вот что, и он умешает Джага, не ешь меня, я тебе тут разделаю Если ты любишь киса, тоже подпишись А ну отпусти меня, уёбок Сейчас я тебе так подпишусь Пока он ушёл, пойду нару всю потрачу Блядь, убили Пока Джага не пришёл, надо сваливать Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье Не создавал образ, нет, на мне маски Они знают моё имя, я тут будто Димастер Я буду груб или ласков Но планы на меня у этой группе напрасны Смотришь завтра с опаской Приветствую всех, ребята, с вами Саша Джаггернаут И вот моя долгожданная рубрика «Моя танка история» Для этого я специально на время съёмок переехал в другую комнату Выставил освещение искусственное Ну, люстра так тоже искусственное, но она сейчас не горит Я впервые заморочился со звуком То есть на видеокамеру я нацепил микрофон, который у меня вот тут вот стоит Кто зоркий, может, увидит Перетащил сюда ноутбук, чтобы периодически поглядывать туда И смотреть какие-нибудь скриншоты И вспоминать что-то из моей тёмной танкобиографии, можно так сказать Ну, в общем-то, начнём Вообще, до танков я играл в Counter-Strike Source Нет, вы не думайте, что я был там каким-то задротом, там, скиловиком То есть я чаще всего играл на Agile серверах Объясню вам, что это такое Это что-то типа ролевой игры Counter-Strike Source Да-да, как бы это странно ни звучало В 1.6, кстати, тоже такие же сервера есть Карты там сделаны полностью под стиль какой-то тюрьмы Там то ли Алькатрас, то ли там Бутырк В общем, названий куча Там даже тюрьма из Лего была То есть не мне вам объяснять, какие карты могут быть на Counter-Strike Source Там есть камеры, душевая То есть там охранная, где оружие лежат Вот, на тот момент мне было 14 лет И я как бы, ну, реально просто болел в этой игрой Там я, тем более, помимо этого, ещё вконтакте играл в тюрягу И мне вся вот эта, знаете, тюремная тема Ну, просто, знаете, была как бы Не то, что в кайф, она мне была интересна Ну, дурак был, чё, маленький Сейчас я, наоборот, кстати, ментов поддерживаю Ну, так вот, в общем-то, не об этом Мы немного отвлеклись от тема Вот, и, в общем-то, играл я там на одном сервере Всем говорил, что мне 16 лет на тот момент Что меня спасало, это то, что у меня был Ещё на тот возраст, ну, довольно-таки такой грубый голос То есть, ну, я бы сейчас не сказал, что у меня такой Самый грубый, ну, как бы он у меня не сильно поменялся с того момента Так вот, вернёмся У меня на тот момент был грубый голос И поэтому я, как бы, во всех спорах, диалогах То есть, вот, говорят же школьники Го в скайп разберёмся Я говорю, го! Вот, ну, мы приходили и мне вот какая-то пищалка в уши То есть, говорят, чё ты, падла, чё ты меня обзывал? Ну, я такой говорю, ну да, обзывал, чё дальше? И всё, и сразу затухается, говорят Пойдём играть, там, или ещё что-то Хочешь админку дам? Вот, ну, админку мне давали только один раз То, там, обманным путём Но, в общем-то, не об этом Познакомился я там, как бы, с тремя людьми То есть, вообще, было... Было много народу, которые меня знали У меня на тот момент в Counter-Strike был ник Санёк То есть, просто, без каких-то, либо, там, 228 То есть, ну, просто-напросто Санёк И ник, и спросят, как зовут Ну, Санёк Вот, ну, и, как бы, я там играл Ну, для меня правила вообще были Как бы... Для меня эти правила вообще были как-то в диковинку То есть, я привык, что в Counter-Strike надо видеть, как бы, своего соперника И просто-напросто его хуярить Вот, и я иногда просто не понимал, почему меня, там, баном грозили Или чем-то там ещё Вот, ну, дальше я вникал То есть, мне предлагали, там, читать правила джайл серверов Я их не читал, потому что, да, ну, нахуй надо, я чё, лох, что ли, правила читать Вот, я, в общем-то, схватывал всё на лету И спустя день я, ну, чуть ли там не профи был этих джайл серверов Вот, я, как бы, знал, там, за что террориста можно убить, за что нет Ну, как бы, на всех серверах правила... Как правило, что я сказал, блядь Да, ребята, сложно в один дубль всё записывать Ну, да ладно, перестанем мы нести тавтологию В общем, идём дальше Я, как бы, ну, имел какой-то спрос на одном из серверов То есть, он так и назывался Тюряга Думаю, поэтому это всё меня подкупило, и я там начал играть И там, как правило, было очень много школьников То есть, как, на тот момент я сам был школьником Но там были ребята намного помладше меня То есть, там, на 2, на 3 или на 4 года А это вы сами понимаете, какая разница большая Вот Ну, и, как бы, мы с ними там, ну, находили общий язык Они, как бы, меня слушались То есть, там и админ тоже Он, хотя, редко появлялся То есть, туда и читеры приходили И прочая хуйня Вот Ну, как бы, всё равно Мы вот и бан писали И, как бы, народным голосованием его отправляли нахуй И, как правило, в любой компании находятся те, с которыми тебе общаться как-то было проще, легче С которыми тебе приятно, как бы, разговаривать, играть, опять же Вот И ты, как бы, добавляешь в скайп У меня там было примерно пол сервера в скайпе Вот Кто-то звал меня играть Кто-то нет И, в общем-то, дошло до того, что мы с одним из чуваком начали очень хорошо переписываться Я его и в ВК на тот момент добавил Звали его Даниил Фамилия Машкин Вот я только сейчас вспомнил У меня в башке крутилось Звали его Даниил Машкин Ну, Машкин это фамилия А то я так говорю Даниил Машкин Ник у него был Disconnect Ещё в Counter-Strike и в танках Ну, к этому мы ещё придём В общем-то, общались мы с ним, ну, хорошо так, переписывались Там в скайпе чаще всего созванивались И, в общем-то, вместе играли там Допустим, в Counter-Strike же и так связь есть А мы ещё и по скайпу То есть, как бы не палимся там Говорил, вот я сейчас оружие возьму Того, давай там, вон того там Контраёбнем Было весело, в общем-то И в какой-то определенный момент В нашем сервере появился Вурдалак Хотел сказать, вурдыгрок Ну, в общем-то, появился Рома Вурдалак С которым мы, как бы, прошли до звания Майор, грубо говоря То есть, вместе практически Ну, вот, в общем-то, он пришёл к нам на сервер И ник у него был такой же Вурдалак Только без цифр Это я вам потом навязал Эти числа Вот, в общем-то, пришёл он к нам И, как бы, как подобает школьникам Его за что-то банили То есть, он там какие-то правила нарушил Вот, и там прям все говорят Вот, там, давайте его забаним Там вся хуйня Вот, ну, я такой Нажимаю на букву К А К это Подача голоса в Counter-Strike И такой Голос погрубее сделал И говорю Ребята, давайте его не будем банить И тут все такие Ну, ладно, ну, ладно Ну, кай, ну, кай Всё, всё, типа там Ну, в общем-то, вот Его не забанили И тут он, как бы, понял Кому нужно лизать в жопу На этом сервере Ну, как, жопу он мне не лизал Это я, конечно же, сказал Слишком громко и грубо С кем, в общем-то, общаться Стоит на этом сервере То есть, ну, кого реально Могут люди послушать Вот Я мог там перечить И админом что-то там Ну, то есть Админ там приходит Там раз в неделю Там Я ему ещё говорю Ты чё хуесос Так тут не появляешься Мы тут читеров Еле как баним Вот и баном А ты тут это Расхаживаешь И тупо беспределишь Вот Ну, в общем-то, как-то Я пытался там держаться На плаву То есть, на этом сервере Меня так и там И не забанили Я не знаю Почему я там перестал играть А, тот сервер закрылся Так вот Перейдём дальше Играли мы вот так В троечка То есть Собирались там Компании Там Я Рома Вурдалак И Даня Дисконет И вот В общем-то Созванивались Заходили на какой-то Джайл сервер Опять же Общались и по скайпу И иногда Там То есть На букву К нажимаем Чтобы Ну, особо так Не палиться Чего мы будем делать Вот, в общем-то Была такая вот Ролевая игра У нас В Contra Strike Ну, как бы Время шло Мы там Ну, начали Лучше общаться Вот И Настал тот момент Когда вот Именно Тот сервер Его Как бы Я не знаю То ли удалили То ли с ним Что-то случилось В общем-то Мы к нему Все втроем Не могли подключиться То есть Ну, если бы нас забанили У нас бы хотя бы Там выходила табличка Что там Вы якобы Заблокированы Забанены Но этого ничего не было И Мне кажется Просто сервер Там Кончился Срок хостинга И все Его нахуй закрыли Ну, так вот После Вот этого Закрытия сервера Мы думали А что делать А я им предлагал Такой А дайте В танки поиграем До этого момента Вот Буквально За три дня До закрытия сервера Я лазил По сайту Playground.ru И наткнулся Там на такой В углу Баннер был Там Получается Викинг Гром В краске Диджитал На карте Промзона Еще в старой графике То есть Была такая Анимация Он там Если мышку навести То можно было Покрутить Как-то башни Ну и вот В общем-то Я подумал Ну Кликну Вот Сделал один клик И там Мне предложили Зарегистрироваться То есть на тот момент Еще не было Такого Что там Ты зашел По ссылке И все Там сразу Там Обучение Проходишь То есть нет Ребята Ну и вот И я там На тот момент Зарегистрировался Первый ник У меня был ScreamAka Пароль От него Скорее всего Был утерян Ну не сказать Что у меня Его угнали Я просто Напросто Забыл на тот момент Пароль Конечно же Можно сейчас Порыться В моей черепной коробке Что-то там Вспомнить Из комбинации Цифр И Буков Вот Ну в принципе Найти можно Но у меня Нет особого Такого желания То есть это Вообще Прошлое Его ворошить Думаю не стоит Но помнить О нем надо Вот что я вам скажу У меня там Было звание То ли Ефрейтор То ли Какое-то такое Там две лычки Всего лишь были Ну и вот В общем-то Спустя три дня Наш Gile сервер Закрыли И я решил Позау-ка Я их все В танке То есть на тот Аккаунт Я и тогда Не мог зайти То есть я Вводил пароль И все У меня Ну реально Что-то там Выскакивала какая-то ошибка Неверный пароль Неверный пароль Ну и я решил Зарегаю-ка я новый Впервые мы зарегались Вообще с дисконетом С ники у нас С ним были разные У него был Дискор Пробел Нет А у меня был Джаггернаут 228 Не знаю Как я вообще Додумался Сделать Заглавные буквы Маленькие буквы И цифры То есть реально Я вот просто Я сейчас сам себе На тот момент Благодарен Когда я будучи Школьником Придумал себе Такой пиздатый Ник Потому что Многие сейчас Летсплейщики Ебучие Меняют себе Ники Чтобы Как-то Я не знаю Громче Их имя Звалось Допустим Допустим Не буду Обобщать Этого Агриться Блэси Но в общем-то Ребята Ники Они меняли Часто Чтобы там Как-то На слуху Их имя Было Просто Просто Напросто Там Вася Ник Вот конечно же Приятно На слух И там Канал Вася Летсплей От Вася Это было Вообще-то Прикольненько Нежели там Игрок 5-4-3-2-8-0 На тот момент Ребята Когда Не было Возможности Смены Ника Именно Были Очень-очень Часто Циферные Ники То есть Я не знаю Там То ли Мобильный Телефон То ли Номер ICQ На тот момент Еще может Кто-то Васьки Сидел В общем Много Было Таких Циферных Знаков И иногда Даже Просто Обратиться Кому-то В чате Это Это Был Пиздец Просто Как вспомнишь Эти циферные Все Ники Но благо Сейчас их Нету Сейчас У нас Можно Менять Ник Ну правда Конечно же За кристаллики Ну да ладно Думаю Донатеры Которые Хотят Себе Купить Крутое Имя Которые Сразу Не додумались Зарегистрировать Нормально Вот В общем-то Как-то Для них Это будет Выход Так вот У меня Такой Был Довольно Таки Крутой Ник Это На данный Момент А тогда Я Знаете Я Хорошо Получал В чате То есть Фу Наркоман 228 Наркоман Это Ладно Это Полбеды То есть Кто-то Прочитал В паблике МДК Что Статья 228 Переименована В педофилию То есть Педофил Зоофил То есть Как-то Это все Обобщили Я Я Конечно На тот Момент Ну Реально Ринулся Проверять Уголовный Кодекс Российской Федерации Обнаружил Там Что Ничего Не Поменялось Все Как Было За Наркоманию Так В принципе И Осталось Вот И Как Бо Я Не Сказать Что Был Таким Подъездом Гопником Я Был Вот Такой Большой Плюшкой Толстой Вот И Чаще Всего Я Сидел Дома Нежели Там Где-то С Пацанами Курнуть Там Дбили Вся Хуня Вот И Как Б Для Для Меня Это Была Тема Далека Хотя Я И Слушал Этот Рэп То Есть Там Вуф Баста Там Вот Это Же У Них Это Все Пошло Вообще Баста Пропагандировал Вот Это Все 228 Ну Число То Я Не Говорю За Наркотики Я Говорю Просто За Само Вот Это Число И На Тот Момент Это Было Модно И Я Решил Себе Вбить Ник С Дисконетом Мы Проиграли Дня Два Потом Он Как Слился И Тут Рома Вурдалак Мы Сидим В скайпе Болтаем С Даней Нам Подключается Рома Вурдалак Мы Ему Говорим Ах ты Сука Где Наша Админка На Сервере Который Ты Хотел Купить Он Говорит Да Блин Там Типа Меня Обманули Там Ничего Мне Типа Деньги Заплатила Админку Не Дали Ну Вот В общем Бывает Такое То есть И С Аккаунтами С Продажей Покупкой Тоже Так Может Быть Так Что Будьте Аккуратнее Если Будете Что-то Приобретать У Незнакомых Людей Так Вот Его Тот Момент Не Играл То Я Там Что-то В Контакте Лазил А Даня В общем То Был С нами В конференции И он Играл В танце На тот Момент И Он Очень Знаете Бурно Клацал По Пробелу Просто Вот Ну Я Не знаю Вам Надо Это Было Просто Услышать То То Он И Кричал Там А Падла То На тот Момент Еще Ходила Блин А Че Заиграть Скиньте Ссылку В чем Он Так Играет Я В общем Кому Дал Ссылочку На Танки Он Зарегался Я Ему Сказал Как Делать Ник Напиши В конце 228 Будет У нас Такой Клан Еще Тогда Когда Мы Регались Мы Говорили Что У нас Будет Клан Вот Так Все У нас Было Довольно Таким Масштабные Планы У нас Были Наполеонов Ну Так Вот В общем Он Тоже Зарегался Даня Машкин После Этого Слетел То Есть Он Не Появлялся Ни В Скайпе Ни В В Контакте Ну Как Что Что Слетел Пацан С Катушек Вот Как Он Говорит Я Что Там В Учебу Подался Ну В общем Ты Правильно Сдел Что Предпочел Танкам Учебу То Есть Это Не Знаю Единичный Случай Когда Школьник Этого Возраста Ему Был На тот Момент Лет 13 Выбрал Учебу Нежели Игр То То Помимо Этого Вообще Больше Ни в Чего Не Играл Я Его Ни в Контр Страйк Нигде Не Видел Ну Так Вот В общем То Ребята Время Шло Мы С Ромой Вурдалаком Начали Качаться То То Есть Там Какие Пушки Прокачивать Донатить То Есть Первый Донат У меня Вообще Пошел От Дани Машкина Он Когда Себе Донатил С телефона То Есть Он Себе Купил 20 Кристаллов А Кто Знает Еще За Самую Первую Покупку Приходят Бонусные Кристаллы То 100 Итого У него 120 Кристаллов А это Понимаете Как Представляете Ребята Что За Подстава Была Я Сижу И тут Бац Она Врубается То Есть Полностью Села Батарейка Не Углядел Я Сейчас Получается Повернул Экран На себя И Как Б Вижу Как Я Двигаюсь И Ну Нереально Не Углядел Значок Батарейки Что Он Уже Горит Красным Пока Я Ждал Как Зарядится Батарейка Я Засунул Уже Отснятые Кадры В Sony Vegas Тут Накину Пару Фильтров То Сделать Светокоррекцию А раньше Я ее Не Делал Вот И У меня Как Б Опять Появился Назморк Думаю По Голосу Будет Слышно Заложен Нос Как Б Многие Знают Я Люблю Покататься С Открытыми Окнами Там Понаваливать Музыку И Вот Так Как Сейчас Холодает У нас Не Сказать Что Тепло Плюс Двадцать Только Градусов Времени Кстати Часы Заказал На Алиэкспрессе За 60 Рублей Я Не Делал Обзор Вот Пришли Уже Как Две Недели Настолько Все Лень Вот Сейчас Уже Время Третий Час Идет И Я Как Б Думаю Для Первого Фильма Это Хватит И Так Очень Долго И Нудно Я Там Все Рассказывал Даже Как Регались Там То Получается Будет Виде Уже Предыстория Танков Онлайн Тут Я Сейчас Нахожусь Вообще Один В Квартире Кошку Я Закрыл В Другой Комнате Чтобы Не Мешало А то Она Сейчас Везде Тут Будет Бегать Прыгать Рабочую Обстановку Главное Чтобы Она Не Нарушала Сразу Скажу Следующий Видос Выйдет Скорее Всего Как Тут Наберется 5000 Просмотров Для моего Канала Это Конечно Большой Труд Будет Но Все Равно Ребята Как Б Любой Труд Он Должен Оцениваться Я Это Все Вспоминал Я Это Все Ворошил Дальше Больше Будет Думаю Эту Рубрику Надо Вот Так Окупить Хотя Б Просмотрами И Не забывайте На Десятой Секунде Появляется Внизу Реклама Не Поленитесь Нажмите От Хотел Вот А дальше Ребята В целом Я вам Расскажу Как Я Вообще Качался На Чем Я Прокачивался То есть Все Нюансы Все Свои Любимые Карты Людей С которыми Я Начал Знакомиться То есть Это Я вам Все Расскажу Самое Интересное Знаете Это Будет Начало Моей Карьеры В Танках То есть Не Когда Не Тогда Когда Я Начал Делать Видео То есть Тогда Меня Еще Мало Кто Знал Я Был Известен Среди Школьников А Вот Именно Тот Момент Когда Я Там Со Элитой Танки Онлайн Познакомился В моем Понимании Это Кто Модераторы Администраторы То есть Все 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 Просто Кто Там Сидит У Руля То есть С Выставлен Свет Блядь Ну Опять Все В кавычках У меня Кое Как Выставлен Свет То есть Такое Знаете Ну Небольшой Полумрак На Видео Это Конечно Не Видно Но Передо Мно Сейчас Полностью Темнота Слева От Меня Дверь Вот На Этой Двери Такие Стекла Получается И Там Чуть Чуть Свет От Лампы Короче Отражается Ебать И Иногда Короче Бывает Такая Крипа Ну Да Ладно Я же Взрослый Парень Ничего Не Боюсь Хоть Это Так Пугает Я От Ласт Прошел Ну В общем То Вот Ребята После 5000 Просмотров Я Снимаю Продолжение Серии Этой Всего Хочу Сделать Четыре Части То Последнее Будет Заключающее Как Я Уходил То Все 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 Вот Я вам Попытаюсь Рассказать Выпуски Будут Долгими Сразу Вам Скажу Так Что Если У вас Мало Времени Или Вы Куда Торопитесь Лучше Не Включайте Видео Чтобы Не Перебивать Весь Интерес Чет Од У Все Когда Уроки Лет Одн Сейчас Лет Урок Нет Все Равно Когда У вас Есть Полчаса Смешно Свободного Времени Предлагаю Смотреть Вот Именно Вот Эти Вот История Вдруг Для Себя Что Извлек Типа Полезных Мы Все Ребята Увидимся Через 5000 просмотров, а с вами был Саша Даггернаут. До скорого. Если тебе скучно и одиноко, подпиши.